Здравствуйте! В Госдуме предложили установить минимальную цену на вино. Как заявил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев, это необходимо сделать, чтобы россияне могли отличить настоящую продукцию от порошковой. По его словам, привлекательность порошковых вин для многих потребителей связана с низкой ценой. Если стоит бутылка вина за 100 рублей и рядом за 200, то часто потребитель как-то сознательно, кто-то по недомыслию, выберет ту, что дешевле, не понимая, что там натурального вина не может быть в принципе за эти деньги, – объяснил депутат свою инициативу. При этом, по его мнению, минимальную цену на вино невозможно прописать в рамках закона. Правительству придется принять отдельный нормативный акт. Сейчас в России действует только минимальная цена на водку. С мая она составляет 205 рублей за пол-литровую бутылку. За бесплатное использование платных трасс предлагается штрафовать на 5000 рублей. Соответствующий проект изменений в Коап подготовил Минтранс, пишет коммерсант. Предполагается, что введение штрафа позволит убрать шлагбаум из таких дорог. Факт оплаты проезда будут фиксировать камеры, а штрафы в случае нарушения будет выставлять Ространснадзор. При уплате штрафа в 20-дневный срок будет доступна скидка в 50%. Минтранс предлагает применять новые правила с 1 января 2019 года. В России платные трассы существуют с 1998 года. Первой такой дорогой стал участок магистрали М4 Дон в Липецкой области. Ущерб от мошенничества в ОСАГО превысил 60 миллиардов рублей в год. Такие данные озвучили в Российском союзе автостраховщиков РСА. При этом из общей суммы 20 миллиардов рублей убыток от недобросовестных посредников автоюристов. За 9 месяцев этого года сумма страховых выплат по суду превысила 12,5 миллиардов рублей. А размер накладных расходов страховщиков, спровоцированных автоюристами, составил 13,5 миллиардов рублей, рассказал глава РСА Игорь Юргенс. Это говорит о предпринимательском интересе к деньгам, которые пошли на выплаты не потребителям, а недобросовестным посредникам и мошенникам, приводит его слова ТАСС. Глава РСА добавил, что ситуация в ОСАГО близка к критической. В январе-октябре 2017 года объем надчисленных премий по ОСАГО составил 187,5 миллиардов рублей, снизившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. А сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 18% до 155 миллиардов рублей. Авиабилеты из Перми могут подорожать на 5-10%. Это может произойти из-за роста цен на керосин, сообщает бизнес-класс. По данным Росавиации, в ноябре стоимость авиационного керосина, поставляемого в Пермский аэропорт компании Аэрофьюлс Перм, составила 42,3 тысячи рублей за тонну. В октябре этот показатель был на 4 тысячи рублей ниже. За месяц цена выросла на 10,7%. Как пояснили эксперты из Дании, стоимость билетов повысится пропорционально удорожанию топлива. Это говорит о том, что необходимо бронировать билеты и туры на лето уже сейчас, чтобы избежать переплаты в будущем. Курс доллара, установленный Центробанком на 2 декабря, составляет 58,52 рубля, курс евро 69,74 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова